Эта волна уже подхватывает. Все эти государства как щепки летят туда. То, что происходит на Украине, это просто в эту пропасть ликующе летит щепка. Идеальный тип бизнеса – готовить богатых семей, детей по советским учебникам математики. А что, я не читал закрытые инструкции ЦРУ в конце 50-х годов, что мы не удержим общество, если не наркотизируем 5% актива? Ну, мне кажется, что это все происходит в одной логике. В логике глубокого разочарования Запада. Сергей Ирванович, здравствуйте. Рад снова видеть вас в нашем объективе. Недавно Александр Лукашенко с официальным визитом посетил целый ряд стран. Как Африки, так и Ближнего Востока. Ну, в частности, Зимбабве, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. А какие перспективы вот эти визиты Александра Лукашенко открывают для нашего союзного государства? Мне кажется, что это все происходит в одной логике. В логике глубокого разочарования Запада. За Александром Лукашенко я слежу с очень большой дистанцией много лет, но достаточно внимательно. И мне очень многое симпатично. Когда там говорят, там, колхозник, не колхозник, мне всегда вызывает это чувство глубокого сарказма, потому что те, кто это говорят, они, там, говорил Достоевский, обратитесь, хамство гвоздя не выдумаете. Ведь они гвоздя выдумать не могут. А он создал очень интересную модель постсоветскую. Может быть, единственную интересную. Я же не хочу сказать, что все, что происходило в Советском Союзе, все было идеально. Там были какие-то безумно важные вещи, там были какие-то еще важнее, какие-то возможные заявки на будущее, но там было накоплено достаточно много всякой гадости, да, и это все сочеталось. И не было бы этого, так все бы не взорвалось. Первое, что мне впечатлило, это что Лукашенко, будучи молодым депутатом, проголосовал против расчленения Советского Союза. Для этого тогда нужно было иметь большое мужество, а будучи достаточно молодым человеком, на какой-то внутренний заряд понимания глубокого того, что это знаменует собой Советский Союз и прочее. Потом меня впечатлило то, как он начал соединять разумную вестернизацию Белоруссии с неосоветизацией. Это белорусская модель в этом смысле. Имеет огромное значение для всех стран по советскому пространству, и для России в том числе. Потому что это модель правильного синтеза лучшего и Советского Союза с тем, что можно взять с Запада. И он занимался этим очень активно, Лукашенко. Если бы Белоруссия была немаленькой страной, которым привел полностью в порядок, и, конечно, это еще свойство особого белорусского народа, который очень здравомыслящий, с большой памятью о войне и все прочее, то, чтобы это была большая страна, так вообще бы это был суперинтересный мировой опыт. Но тут, в конце концов, с точки зрения методологии, не так важно, какая страна. Но в пределах всего этого дела, уважительно относящаясь к советскому прошлому, и всячески культивируя лучи элементы, но не перегибая палку в ту сторону, и одновременно осторожно вестернизивая страну, Лукашенко добился прекрасных результатов. И какое-то время, как мне кажется, здесь я перехожу в сферу «кажется», какое-то время, как мне кажется, ему пришли в голову две мысли. Первая мысль. Ему совсем не нравилось то, что происходит в Российской Федерации. Он, с одной стороны, относился предельно деликатно и все время был инициатором сближения. С другой стороны, ему очень не нравилось то, что там происходит с точки зрения олигархата и всего остального. Ему совсем не хотелось отдать этому олигархату при глубоком слиянии с Россией на растерзание с трудом построенную страну, которую он любил и любил. Да? А с другой стороны, ему закралась мысль, а может быть, можно это все каким-то деликатным образом еще больше встроить в Запад? А почему бы нет, собственно? Страна находится в Европе очень сильно раскрутилась, может раскрутиться еще больше. А что бы, собственно, не сделать из нее какую-нибудь, я знаю, большую, не скажу, Данию, Швейцарию, ну, что-нибудь такое очень правильное. И эта мысль, в нем поощрялась, какой-то частью, я думаю, его окружения, а, собственно, какой мы можем по этому поводу что плохого-то сказать. Ну, вот так, да? А, во-вторых, там были и советники, я там помню время, когда там такой, так сказать, двигался по Гелоруссии такой World Bell и другие люди, которые, возможно, и говорили о том, что это все так прокатит, да? И колоссальным ошеломлением для Лукашенко был этот взрыв в Белоруссии. Он, с одной стороны, страшно изумился тому, что люди, которые вроде западники, они же хотят-то вроде, чтобы он и ввел это все на Запад, а что, собственно говоря, против него-то они взбухают? Это было первое. Второе, он увидел их звериный оскал, а третье, он понял, что Запад по этому поводу думает, что никогда он не примет, иррационально, понимаете, иррационально не примет Белоруссию туда. То есть Лукашенко другим путем прошел тот же самое, что было и с Путиным. Это два вестернизатора, которые одинаково вдруг что-то поняли, и я даже не знаю, такие вещи ведь не умом, а сердцем понимаешь, и как-то не сразу. Есть человек осторожный, если он отвечает за страну, он же не может вдруг какие-то свои глюки такие геополитические превратить в стратегию, которая ущемит чьи-то интересы и так далее. Поэтому Лукашенко пережил очень серьезный кризис после того, как возник вот мятеж оранжевый, а Путин, я думаю, и на Болотной, и в дальнейшем тоже что-то пережил гораздо в более слабой стадии. И тогда все больше и больше начались вот эти мысли о том, а что делать-то? И одна из этих мыслей, которая сейчас очень в ходу, и в которой я вижу много здравого, это почему бы не обратиться лицом на восток, если к этому есть большие основы. И вот тут выяснилось, что как минимум сам Синдзепин, а возможно и какое-то ядро китайской элиты, которую мы называем коммунистической, очень с большим вниманием смотрят на Лукашенко. И восточный другой мир, там, Эмираты и так далее, и тому подобное. И вдруг Лукашенко понял, а может быть, Белоруссию-то стоит не запихивать в это западное пространство, а каким-то способом выстраивать так, чтобы она могла стать улучшенной Турцией. Понимаете, да? При этом никоим образом не ослабляя отношения с Россией, но просто стать государством, которое в конечном итоге будет что-то перебрасывать с востока на запад. В виде какого-то, я это модные сейчас слова, не люблю и хап, не хап. Я же не, как бы, пытаюсь считать мысли вашего президента. Я слежу с большого расстояния, с симпатией, сдержанностью и пониманием того, как это примерно устроено. В этом смысле его поездки носят для Белоруссии абсолютно исторический характер. Они открывают принципиально новую фазу, потому что попытаться создать подобный портал, одновременно сохраняя потенциал сближения с Россией, это говорит о том, что ваш президент, он геополитически мыслящий глава небольшой страны, понимаете? Он, ну у него большой внутренний драйв, и этот драйв не уходит, да? И там вот, вот то было ошибкой, не так, башнишки ошибка, все, посыпаю голову пеплом, сижу и всех сращаю. Нет, а давай-ка вот так попробуем, а давай-ка вот так попробуем, а давай сюда, а давай сюда. Мне это все крайне симпатично. Я только думаю, что у этой стратегии скоро обнаружатся и в русском варианте, и в белорусском тоже некоторые ущербности. Они связаны с растущим, оправданным высокомерием Востока. Вы, ну я говорю, в таких случаях все повторяю, молодость это порог, который быстро проходит, да? Так вот, ну просто по возрасту вы не могли наблюдать, что такое Восток, ну в другой стадии, да? Когда он понимает, что такое старший брат. И как он меняется, когда он сам становится старшим братом. Имея за спиной колониальное прошлое, которое ни Белоруссия, ни Россия не имеет. Вот эти психологические нюансы, их трудно уловить, если прямо тебе, вот, ты их ноздрями лавливаешь. Не мозгом и не сердцем, а нюхом. Ну товарищ Сухов не зря же говорил, что Восток это дело тонкое все-таки. Да, да, Петруха, да, он говорил про это. И потом оказывалось, что Петруха должен за это заплатить смерть, да? Вот, за эту тонкость. Так вот, весь этот Восток, он очень приподнялся. Он очень приподнялся. И если он смотрит уже почти свысока, но осторожно, на своего бывшего западного хозяина, то на страны бывшего СССР он смотрит как на проигравших. Все равно. Проигравших СССР. Вот можно петь любые песни, что это не так, а это так. Он смотрит на них очень специфически, да? Ну и, конечно, он преисполнен одного, что хозяином мира будет он, да? Что задача заключается ни в какой, ни в мультиполярности, а в другой гегемонии. И что вкус этой гегемонии тоже, ну, будет отнюдь не только сладок, скажем так, да, мягко, да? Время этого не настало. Сегодня мы живем в очень тяжелом эволюционно-переломном этапе жизни человечества. И это не переход к многополярному миру, уверяю вас. Это что-то совсем другое. Но внутри этого перелома, конечно, нам надо повернуться на восток, да? Но все время помня знаменитую фразу «Каким ты хочешь стать востоком?» Востоком Ксеркса или Христа. Но там же Ксеркс, да? Там же не ислам, не что-то. Ксеркс. А что собой знаменует Ксеркс? Ксеркс знаменует собой что-то по отношению к античности, видимо, да? Так надо понимать. Так вот, здесь вопрос заключается в том, что если взять это как геополитическую, историосовскую и метафизическую метафору, то она очень много значит. Поэтому мне кажется, что выстрадано будет, через какое-то время выстрадано будет, еще более глубокое сближение наших народов. И также мне кажется, что модель, которой в итоге сердце успокоится, будет очень близка к белорусской. Вот в этой схеме, которую вы описываете, о смещении, например, центра силы с запада на восток, Белоруссии и России удастся отстоять какое-то свое место? Или они так или иначе будут находиться под влиянием вот этих полюсов силы? Удастся, конечно. И сейчас это не опасно. Очень давно один очень крупный деятель Китайской Народной Республики сказал мне, ты только передай своим, да? Что пока вы минимально стабильны, мы в вашу сторону не смотрим, мы смотрим на юг. Нам это и удобнее, и как-то теплее, и все прочее. Но если только вы пошатнетесь, мы не удержимся. Об этом все время говорят соседи, которые готовы на такой антиамериканизм условный, очень условный и осторожный. В случае, если мы держимся, и которые совсем себя иначе поведут, если мы не удержимся. Если это будет война за русско-белорусское наследство, то мы пожнем ликвидационные такие смертельные плоды этой войны, которая взвернется на наши территории за наследство, а не за нас уже. Правильно? Поэтому нам надо выстоять. И мы выстоим. Но вот эти модели, а почему бы не на Запад, да? А почему бы не на Восток, да? Они мне все время напоминают человека, который потерял бумажник, лопает по трем карманам и говорит, ах ты боже, ах ты боже, нет, и здесь нет, и здесь нет. Говорит, а ты что в четвертой? Говорит, боюсь. А вдруг и там нет. Так вот, все так хлопают по восточно-западным карманам, потому что боятся, а вдруг ничего нет. И в, скажем так, неосоветском. Армания. А вот самый разумный неосоветизм реализовался на территории маленькой Беларуси. Совсем крохотная модель. На территории Приднестровья, да? Я наблюдал это с очень близкого расстояния. И это историасовские, не побоюсь, метафизические, и, безусловно, геополитические, ужасно интересные эксперименты, которые, по-моему, даже теми, кто эти достижения реально завоевывает, они не осмысливаются в должной философской мере, как некие, ну, модели будущего, я не знаю. У меня такой всегда тезис по этому поводу, когда я говорю о своей организации, да, что почему Heritage Foundation может существовать, а советское наследие, да, не может существовать, да, особенно если рассматривать его как фактор будущего. Это же не значит, что нужно копировать все, что было. Никогда нельзя копировать в таких случаях то, что было, хотя бы потому что провалилось. Все. Да? Значит, потому что это было. А я-то уж так много знаю об этой советской элите и так далее, что уж никак не могу считать, что это надо все повторять. Но какой-то синтез-то чего-то с чем-то можно, наверное, взять и постараться на основе этого синтеза простроить какую-то модель, которая была бы не восточной и не западной. Россия всегда была альтернативным западом. Вот этот восток сердца Христа, конечно, востоком Христа. Какие бы ни были языческие традиции, очень богатые, все равно вот этим, да? Всегда была территория истории, стремление к тому, чтобы история продолжалась, пониманием, что нет любви без истории, территории любви и истории, загадочным абсолютно местом формирования другого исторического движения без отказа от исторического движения. А восток отказывается в существенной степени от самостоятельного исторического движения. Он не обладает собственным мотором исторического движения. Его собственный мотор, есть мотор циклически кругового движения, а мотор исторического движения, он заимствует Запада. Я могу описать вам контуры этого уничтожения. Станьте ненадолго на мою позицию. Ну, читал Гуюк и Ерехон, это все места, в которых уже в седьмом тысячелетии существовали города. Ну, будем считать, что все началось в третьем тысячелетии, в трехсотом году, а сего и время, в трехтысячном, прошу прощения. Но тогда все-таки пять тысяч лет человек существовал как человек. Мы читаем древние тексты, и, конечно, мы не говорим, что это те же люди, что мы, но это тоже люди, и мы их понимаем, да? Вот то, что началось в последние 20 лет, это стремительный отказ от этих пяти-семи тысяч лет существования, да? И от них явно хотят отказаться к какому-нибудь 2050 году. Что и называется? Постыстория, постчеловечество, там, не знаю что, диффузная идентичность. Ну, это очень много говорится по этому поводу. Отказ в пользу чего? Отказ в пользу уже постчеловеческого мира, существенно нечеловеческого. Религиозная была идентичность какого-то, быть, хамурапи, да? Или какая-нибудь советская у Ленина, не имеет значения, но идентичность была, да еще какая. Ого-го, да? Каждый раз к вам говорят диффузная идентичность. Это что значит? Это значит, что у вас нет. Да? Нету каркаса личности. Как, интересно, президент Путин соотносит тезис о диффузной идентичности, не он же его автором является, а Запад, скажем, совокупный, с тезисом о духовных скрепах. Могут ли у диффузной идентичности быть духовные скрепы? Смешно, да? Правда? Так вот, это же только предметы, все эти невинальные юстиции, все это тоже знаки чего-то большего. Значит, это все катится в нечеловеческое состояние. По мне так в ад, в царство великого инквизитора, неважно, но в нечеловеческое. Там человеку места нет. Неужели не видят люди, родители, что делают с их детьми, несмотря на все патриотические заморочки Путина и Лукашенко? Это уже мертвому припарки в условиях того, что происходит. И посмотрите, то же самое происходит и в Китае, и где угодно. Значит, задача заключается в том, что идет вот этот сброс 5-7 тысяч лет за 50 лет. Представляете, какая скорость? Эта волна уже подхватывает. Все эти государства как щепки летят туда. То, что происходит на Украине, это просто в эту пропасть ликующе летит щепка. Готовая даже там сгореть, лишь бы там оказаться, в этом аду. Какую силу надо иметь, чтобы этому противостоять? Какую мощь ценности? И вот эта историчность альтернативная единого русского народа, с его очень важными слагаемыми, она в конечном итоге есть единственный мировой шанс на спасение. Я плохо знаю Латинскую Америку, не могу сказать, что совсем не знаю, но плохо, не очень понимаю. Америка северная, это более-менее живая, но очень злая страна. А Европа это мертвая страна. А там дальше, ну, ислам отдельный вопрос, на далеком востоке, там начинается органическая внутренняя цикличность. На это наложен огромный вестернизирующий процесс, на мощного развития. Но там все, что с развитием связано, все не свое пока, все заимствовано. Но мы-то, мы-то понимаем, что будет. Значит, либо это не ага распада, либо выстаивание. Но оно должно быть очень мощным. И оно должно задействовать все ресурсы, включая, так сказать, и советскую традицию, и досоветское величие, и какие-нибудь мысли Ломоносова о том, а что, собственно, такое русскость, да, и из, так сказать, от Арман ли она идет, или откуда-нибудь от славянского единого корня, или она откуда-нибудь из послугодней, через Венецию, в Прибалтику, и дальше гуляла каким-то способом. Это все маленькие и пока что недоработанные молекулы какого-то синтеза, который вдруг должен вспыхнуть, чтобы нечто спаять, и через это новое слияние спасти мир и себя. Мне видится, что при всей важности сейчас того, какой именно населенный пункт займут на территории Донбасса наши войска, при исторической значимости 300 метров продвижения, тем не менее, вот это есть основное, что тоже нельзя забывать. И наоборот, может быть, кто-то на этом должен сейчас, пока не поздно, сделать акцент. Особая миссия русского народа, если так можно сказать, в вашем изложении, как я понял, очень похожа на то, что описывал Федор Михайлович Достоевский, тот же самый. То есть, ну, эта идея, по сути, не новая, но притворить ее в жизнь почему-то за вот эти, грубо говоря, два столетия так и не удалось. Советская власть, как, впрочем, и власть императорская, могла задействовать эти ресурсы. В распоряжении императора был Серебряный век, да, а был Исихазм. Кстати, при моем крайне негативном отношении к Распутину в целом, должен сказать, что в двух эпизодах он сыграл очень позитивную роль. Это история с Серафимом Сарусским, которого Синод хотел анафематствовать, да, по-честному. И это история с афанитами, которых он спас, пойдя к государю. Это позитивный в его вклад. Нельзя никогда, как бы ты негативно не относился к кому-то, а я, как раз, Путин очень негативно отношусь по многим причинам, нельзя снимать со счета, то правильное, что человек сделал, да, это до какого состояния должна была дойти русская православная церковь Синодом, для того, чтобы ступился за священные и сакральные ресурсы православия. Да, но они уже же дошли до этого. И когда нам каждый раз говорят, что вот клятые большевики уничтожили православие, а патриархию кто восстановил? Господа, любители православия, вам Синод нравился? Вам Саблер нравился? Ах, какие все большевики там, они много создавали плохого, и кресты сбивали, и все это было, да, как конкурентов идеологических, да, как, собственно, христианство там с язычеством расправлялось, да. Но, простите, пожалуйста, ни один генсерк, ни один, какой-нибудь сустав, даже говорить не будет, это отдельное, это усмысленное явление, ни один там идиолог этот, никакой Луначарский, никто близко не сделал того, что хотели сделать Александр I и Голицын, которые расправлялись с православием, как повар с картошкой. Русь могла начать БММ, молиться в определенный период. Кто-то хочет это забыть? Мы не помним этот имперский период? Значит, все огромные ресурсы Руси оказались почему-то в этот период невостребованные. И уже метался царь, и понимал, что ему каранты, и встречался с какими-то представителями религиозных таких маргинальных групп. А на это-то ставку не сделал? Не сделал, не смог. Дальше начинается советский период. И были колоссальные возможности тоже довести это мессианство до оформления полного. Не расплевываясь с прошлым, а делая там то, что не сделали цари. И опять тупик. Не было бы этого тупизма, не остыла бы идеология к 70-м годам, и жили бы мы в совершенно другой реальности. Каждый раз происходит какая-то остановка перед этим синтезом. Значит, что-то мешало приподнять до конца-то эту Русь в ее сакрально-мистическом мессианском смысле. А что, собственно говоря, мессианского Петербургской империи? То, что она огромная, это замечательно. То, что она остановила территории, это прекрасно. Но она вестоподобная. А нельзя к себе повернуть. Я спрашиваю здесь всех. Можно ли повернуться в себе в роковой час фактического конца человечества, когда попкалившись в его конях там и в конце света уже говорят все, в роковой момент обрушения каких-то всех скреп, беснования Запада и трагедии на нашей территории, нельзя обернуться к себе. Не туда и не туда, а сюда. Может быть, тогда можно найти что-нибудь в этом кармане, к которому боятся прикоснуться. Но я надеюсь, что разумно, прагматично, очень умно сейчас строя отношения и с Китаем, и с исламским миром, и с особой его частью Ираном, и с Африкой, что характерно сейчас и для президента Путина, и для президента Лукашенко. Я очень рад, что он это делает. Это очень разумно, что все эти практически абсолютно ценные и важные дела не снимут с повестки дня обращение к себе. Вот в чем моя надежда. Я не противопоставляю одно другому. Система всегда имеет ядро и периферию. В ядре это наша благодать, а на периферии мы должны искать все, что можем, а нам сейчас все это нужно. И Лукашенко сделал исторически значимый для Белоруссии шаг. Успешный. И я этому очень рад. Вот вы ранее в разговоре сказали, что Европа сейчас мертва. Вы не сказали зависимо от США, не суверенно, а именно мертва. Я здесь говорю об этом, как дети культуры. Так вот, я приезжаю в Испанию. Безумно нравящуюся мне страну. Мы просто любимые. Ильпанская провинция, все. Ну я просто там, ну, священные камни все эти. Сантьяго де Компостелло и все остальное. Ну очень нравится. Встречаюсь с группами, которые сидят фактически в полиции, в андеграунде. А я всегда как-то связывал себя с консервативным андеграундом. Они говорят, да нас убили. Я говорю, а как вас убили? Они говорят, ну очень просто. Вот приезжают американцы, у них дофига денег. Они говорят, они не диктатурой занимаются, они диктатурой золотого тельца. Приезжают, у них дофига денег. И они говорят, что хотят видеть туристы фламенко. Что такое понимание американца фламенко? Это полураздетая женщина с длинными ногами и впечатляющая ей такую статью, да? Которая будет изливаться в ярком платье. А что такое настоящая фламенко? Это пожилая женщина в черной хламиде, которая топочет ногами, да? Они это не понимают, понимаете? Они это не понимают. Они хотят свое фламенко. Поскольку денег много, им его предлагают. Когда им предлагают свое фламенко, настоящая фламенко прячется глубоко под землю. Это маленькие группы. Я их знаю все. То же самое происходит с Фандага, с Фата, в Португалии. Со всем катакомбными группами, такими культурными во Франции. Они спрятались, понимаете? Они крохотные. Они еле-еле шевелят губами. А все остальное – это абзац. Когда я говорю каждый раз, что русский народ, а я рассматриваю его очень широко, это последний живой народ белой расы, я не говорю о расизме. Белая раса выше других. Я не говорю, когда говорю живой – это суперблагодатный, идеальный. Но он единственный живой. А там ты смотришь, а это уже мертвое. Оно может быть даже очень миленькое в этом мертвом виде. Умильное. Значит, смысл здесь заключается в том, что идут очень тонкие движения. Очень мощные и тонкие. И их надо видеть наряду с прагматикой. И надо помнить, чем кончили Романовы с их Петербургом. Очень люблю этот город, между прочим. Очень его люблю. Но там есть своя червоточина. И она перешла в постсоветский период. Вот этой надежды на Запад, прибранности. Я повторяю. Номер один. Каждое село, взятое сейчас русской армией, имеет всемирно-историческое значение. И я горжусь тем, что там происходит сейчас все так, как происходит. Номер два. Непрерывно нужно все мобилизовывать, потому что мобилизовывать не в прямом линейном смысле новых мобилизаций, а совершенствовать, интенсифицировать. Потому что завтра эти скромные продвижения при предыдущих потерях территории могут обернуться чем угодно. Нужно быть готовыми. Будем рассчитывать на худшее. Пусть хорошее будет приятной неожиданностью. Три. Не отменяем сейчас поворот на восток. И прекрасно, что его мастерски осуществляют и русские, и белорусские лидеры. Четыре. Это необходимо, но недостаточно. Нужно будет большее. И во всех этих важнейших крупных делах нельзя забывать о том, что, казалось бы, находится территория, которая дребедень. Вот эта дребедень решит судьбу мира и наших народов. Потому что она не дребедень, а смысл. Миром правит невещественное. Миром не правит вещественное. Невещественное запускает вещественности и проигрыши в них невосполнимой. И надо помнить истории наших деградаций. Каждый раз, когда мы слишком сильно перебирались с каким-нибудь движением, вот таким, и не доходили до себя до конца благодаря этим движениям, у нас была своя электроника. Ее уничтожали наши министры. Косыгин ее уничтожал и все. Мои друзья в Газплане, старые, говорили, что после того, как ввели линейную оптимизацию по Конторовичу и прочему, каждое новое крупное открытие будет вводиться в жизнь отдельным решением политбюро ЦК КПСС. Потому что линейная оптимизация развития несовместимая, говорил мне Побис Иванов, который почему-то, будучи ревностным коммунизмом, должен был преследоваться коммунистической партией. Что за кино такое, а? Очень двусмысленное, правда? Кто-нибудь в Беларуси до конца понимает историю Машера? Она очень глубокая. Нина Петровна что-то про это говорила мне при наших давних встречах. Вот. Поэтому все это не должно сниматься с повестки дня. Говорю Беларуси, говорю всем, не снимайте стратегию. Не снимайте стратегию, как бы не важна была прагматика. Да, она сейчас важнее всего. Как устанавливать пулеметы на определенной платформе и стрелять важнее сейчас, чем такой разговор. А завтра дефицит этого разговора долбанет так, что все, дай бог, чтобы они случились, успехи, будут обнулены дефицитом в этой зоне. А вот в этих условиях, этот аккуратный поворот на восток, о котором вы говорите, что можно сказать о визите такой фигуры, как Си Циньпин, в Москву? Прекрасно. Просто прекрасно. На сегодняшний момент прекрасно. Заключение военного договора, которого не будет, великолепно. Любая форма сближения замечательная. Совместный парад русских, белорусских и китайских войск на Красную площадь 9 мая. Мечта жизни. Сейчас только так. Но помня все так же, как помнят о ней в сердце, а не туда. Не заимствуя, не шарахаясь с крайности в крайность. Китай будет первым в глобализации. Он ведет такую цифровую диктатуру, кто еще Западу не снился. Да, социальные рейтинги. Да. Русь территория свободы. Из царства необходимости в царство свободы. Дьявол – это необходимость. Принимайте ее и не ложитесь под ним. Тогда, может быть, есть будущее. Но в таких условиях, когда весь совокупный Запад ополчился против России, поддержка совокупного Востока явно не будет мешать. Очень. Каждая крупица. Турция ведет себя крайне двусмысленно. Наша дипломатия умница, что она удерживает Турцию от слишком порывистых движений против нас. Не надо говорить, что… Баланс и баланс. Но надо помнить, что такое Туран, какие-то части территории и что будет завтра. А сейчас дружить. Дружить. Опять же, во время разговора вы несколько раз озвучили такое понятие, как модернизация. И в связи с этим хотелось бы узнать ваше мнение. Вот это импортозамещение, о котором говорят в последний год наиболее активно. Эта тема, она скорее жива или мертва? Она требует совершенно другого мышления, другой аксиологии, в каком смысле даже другой метафизики. Вот эта самодостаточность, которую не надо путать с автархией, она требует людей, которые это любят, которые этого хотят и которые это умеют. А наверх отобрали сознательно прямо противоположных людей. Понимаете? Хороший человек, правильный, который жил там, занимал там успешное положение. Да ради Бога, я не против. Который полностью разделяет ценности. Который твердо уверен, что разделение труда есть главное благо. И который мыслит вот этими категориями пристегнутого существования, зависимого, как правильного. Ибо мир един, ибо все взаимозаменяемо, вот это все. Этот человек может управлять экономикой определенным способом. Внутри которого, блеск и нищета куртизанки, да, можно такое произвести. Так вот, внутри которого есть блеск, он хорошо ворует, а сейчас-то нужно. Он хорошо обходит всякие рогатки, санкции и всего прочего. Он правильно там шестерит и нужным образом смотрит. Но он лишен субъектности в том, что касается воли к самостоятельному развитию. Самой воли к этому. В одном ногте Лукашенко ее было больше, чем у всех наших экономистов. Воли к этому. Страсти по этому. Которая раздирала большевиков. Ленин в 18-м году. Раздирала, в смысле, сжигала в позитивном смысле. Ленин в 18-м году бросил ресурсы на Волхов строй, электростанции строить. В тот момент, когда власть в Кремле шаталась полностью. Он сам был ранен. СССРское восстание было. Как только он чуть-чуть опомнился, началось боевое уро. Правильно говорят, что там это были какие-то наработки предыдущих периодов. Так кто их реализовал? Почему империя не могла? Все время вот это. Новое, новое, новое. Быстрее, вперед. Прогресс. Все. Нету этой воли в эстернизированной колониальной элите. Она не этим занята. Оставим в стороне, что она занята стяжательством и откатами. И тут мастера подрезающих. И хищность вот этого. Что-нибудь загробастать. Бог бы с этим. Причем вы сказали, что этих людей наверх назначили сознательно. Конечно. А как можно объяснить такое решение? Потому что шли туда. Лукашенко делал это осторожно. Я же знаю, кто его туда подталкивал. Шли туда. Наши же эмигранты облюбовали Белоруссию для подобного рода, так сказать, перестукиваний. И есть же с кем перестукиваться, да? Когда в Белоруссии произносятся слово «деды» и другое. Ведь все понимают, что имеется в виду, да? Шли туда. А там все. Там разделение труда. Конечно. Зачем развивать свою промышленность, если будет мировая революция, и германская промышленность в наше сырье соединяться? То же самое. Тот же троцкизм. А нет мировой революции. История потрясающим образом повторяется. Хотели, хотели мировой революции. Говорили, вот только главное, да? Чтобы это... Лимонками разбить витеринов дрызг в Нью-Йорках, да? Так сказать. И шашки перуанцев освобождаем, и все прочее. Все грезили этим, грезили. Очень романтично, очень красиво и страстно. Потом и облом. Облом. Нету. Не хочет пролетари от Запада сливаться? Нету. Теперь хотели с буржуазией сливаться? Тоже не хочет. Значит, то, что Запад, что через пролетариат соединяться, что через буржуазию, один хреноблом. Победоносец был очень неглупый человек, много сделавший плохого, но в целом неглупый. И он говорил, что демократия, что собор, один конец для России. Просто подмораживать-то было уже тоже нельзя. Значит, вот туда шли. А это лучшие кадры. Ёлки. Семья на Западе. Какие-то... У самого есть собственность на Западе. Аж работал где-нибудь в Гоудман-сад, в Дж.П. Морган или где-нибудь еще. Вот наш человек, герой. Посмотрите, кто пришел. Герой нашего времени. А время изменилось, понимаете? А нельзя быстро сменить героя, как-то так быстро меняется время. Лермонтов писал, герой нашего времени, милостивого государства, действительно портрет. Но не портрет отдельного человека, портрет эпохи. Эпоха сменилась. Время сменилось. А герои-то держатся? Они держатся, потому что не так уж много им замен. Они хотя бы прагматически как-то фишку рубят. Они держатся, потому что они стяжатели, им интересно держаться. Они держатся, потому что их сильный инстинкт этого либидо-доминанти. Мало ли, почему они держатся. Они держатся. А когда они держатся, повороты осуществить нельзя. Страшным путем Сталин это осуществлял через 1937 год. Нельзя все мазать черной краской. И тут то же самое. Сложный процесс. Трагический, ужасный. Зверский. Исправедливый. Но это была попытка. Это то же, что с опричиной. И то же, как говорилось там про Гуденова. Что толку в том, что явных казней нет. Что на вкалу кровавым всенародным мы не поем каноны по Иисусу. Что нас не жгут на площади, а царь своим жезлом не подгребает угли. И не уверены ли мы в бедной жизни нашей. И так далее. Или как Алексей Толстой. Ханов разгромит и сам он станет на Руси ханом. Вот это все имело свои страшные стороны, как опричина. Но он же хотел одного. Он хотел как-то этот вестоцентризм нормализовать. Петр это сделал более успешным Семеновским Преображенским полком. Соединив это все с патриархальностью Роман Доновского. Кесаря. Князья Кесаря. Старый дум. Как это будет делаться сейчас? Как новая эпоха и новые люди будут приводиться в соответствие? И так ли их много, елки с дымом? Есть люди, занимающиеся определенными отраслями промышленности, которых срочно вызывают, потому что они нужны в связи с советским опытом. Для справки, им уже за 90. За 90. С тем самым советским опытом, который, кстати, сейчас очень любят хаять. В том числе и в культуре. Они лыхают. Я говорил это уже тоже в других передачах, что Брайтон-Бич это очень умное место. Там живут продвинутые люди, которые таки умеют делать деньги. Правда? Они поняли, что идеальный тип бизнеса готовить богатых семей, детей по советским учебникам математики. И советские учебники математики стали хитом для подготовки богатых семей в Америке. — Забавно, что у нас от этих учебников отказались. — Да. Ну так потому что господам нужно одно, а рабам другое. Если здесь культивируется рабство. В 80-е годы я говорю крупным деятелям ЦК. Но если бы вы пошли назад, то почему вы идете туда с молодежным стилем панки? Это подонки индустриальных руин. Давайте тогда братья пить. Young Professional Intellectals в Калифорнии. Они там только симфоническая музыка, много очень спорта, бега и всего прочего. Она говорит, нам не нужны Ягпи. Мы планируем подключение, говорилось мне, нашего водопровода к их канализации. Я отвечаю за свои слова. Шел конец 80-х годов. И есть еще люди, которые тоже пытались говорить о Ягпи. Теперь то же самое здесь. Это там нужны советские учебники. Для богатых. А здесь и для бедных. И я не убежден, что еле отменили физические наказания. А если там отменили, значит в соседних супераристократических школах оставили. Я не за эти наказания. Я просто объясняю. А что я не читал закрытые инструкции ЦРУ в конце 50-х годов, что мы не удержим общество, если не маркетизируем 5% актива? Так это и называется движение хиппи и все прочее. А с Искобаром и другими не вместе работало ЦРУ? Не оно распространяло эти наркотики по соответствующим районам. Оно сорвалось, этот процесс вышел на другие берега и погубил часть элитий. Но это же было сознательно. Даже там, даже для себя. Вот эти хиппи, о которых вы говорите, они же тоже сознательно бросались в эту идеологию? Их выращивали ЦРУ по конкретным программам, которые я читал. Они уже к этому моменту были почти историей. Но интересно было читать. Интересно было, как с Колумбией сначала. Потом, как меняли Колумбию на Афганистан с наркотиками. Это все страницы закрытой наркоистории мира. Наркотики, оружие, бартер. Да, это как в Советском Союзе. Они понимали, для чего вводить войска в Афганистан. А потом, когда их оттуда вывели, поток наркотиков в Россию резко увеличился. И все это глубокое непонимание таких людей, как Бут. Какие они преступники? Они спецоператоры. Вопросы, с какой частью западного общества они построили диалог. И почему этот диалог с республиканцами, как не изменяет память по Африке, оказался так возмутительным для демократов. Потому что они воруют в Африке. А республиканцы должны воровать на Ближнем Востоке. А смещение акцентов наказуемо. А это были спецоператоры. Какие преступники? Что за бред? Преступники внизу. Нам-то в сущности не все равно, кто там. У них республиканцы, демократы. По сути-то ничего не меняется абсолютно. Я думаю, что часть республиканцев будет хуже. А часть будет говорить, что давайте потеплим 10 годков, поднимем Америку наконец снова. А потом так долбанем по всем, что вообще. Что уже не опомнится. Да, что не опомнится. Но давайте сначала чуть-чуть собой займемся. Это Трамп. А Десантис, конечно, будет еще более свирепо расправляться с Россией, чем какой-нибудь Байден. Но все, все негодяи и все управляемы одним нас ненавидящим ядром. Это просто методы господства. Могут быть чуть-чуть разные. Через хаос, через оккупации. Буш попробовал, один раз сказал, я Крузейдар. Ну, как по башке долбанул. С одной стороны, морду папа набил. С пьяного. Вяхнул, что он крестоносец. А с другой стороны, элита. Он замолчал, как в тряпочку. Стал говорить, что он борется с международным терроризмом. Ну, вот раз уж заговорили об Америке, то уже обсуждали это. Но, тем не менее, хочется вспомнить визит Байдена в Украину. Ладно, в Польшу. Когда президент Дуда сказал, что девиз нашего председательства в ЕС, в принципе, больше Америки в Европе. Я всегда говорил, что опасность Германии для американцев особо велика. А контрбаланс больше. Либо Германия оккупирует Польшу, причем она очень тяготеет. Во время, когда мы наводили порядок в Чехословакии, очень оправданно, в 68-й год. Кражская весна. Наши гайдеровские друзья говорили, пожалуйста, не вводите советские, тем более болгарские, румынские, какие-то части всего этого варшавского договора. Дайте нам один войти. Мы войдем, заговорим по-немецки. Чехи тут же успокоятся. Поэтому Рейх жив, и американцы его боятся как огня. Значит, соответственно, контрбаланс. Где контрбаланс? Польша. В Прибалтике агенты БНД и ЦРУ убивали друг друга. Это смертельная борьба. БНД упустила Украину, но она пытается догнать. Это ее территория, где господствует. Сейчас английская разведка, конечно, и американцы отчасти. Уже не впервые, кстати, слышу, что Америка из Польши старается создать именно противовес Германии. А нам стоит ожидать каких-то опасных телодвижений от этой медаимперии? Вот здесь там как бы Израиль следит за Палестиной, да? Понятно, да? Кто-нибудь... Индия за Пакистаном, да? Всегда есть ближайшие конфликты такие, да? Самые горячие. Вы должны следить за Польшей. Она каждый день мечтает о вашем уничтожении. Спиты видит. Именно она. Ну, конкретно. Конечно, американцы. Но она... Немного пессимистичные прогнозы, конечно. Ну, не пессимистичные. Глаза боятся, руки делают. Как бы... Пессимизм бывает таким, да? Здоровым. Здоровым, да. И тогда наступательным. Пессимизм должен быть наступательным. Будем рассчитывать на худшее. Пусть хорошее будет приятное и неожиданное. Будь готов. Всегда готов. Варкашенко надо быть готовым к худшему. Но не будет прекрасно. А будет, он должен быть не в растерянности, а в полной изготовленности. Ну, тем не менее, спасибо вам большое за эту, как всегда, интересную беседу, за содержательные, развернутые ответы. Чем могу быть полезен. Всегда готов. Очень с большими надеждами смотрю в сторону Говороса. Будь рад видеть вас на нашем канале еще. Взаимно. Я очень рад вас выступать. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова